всем привет с вами снова айсик и сегодня у нас самый сложный обзор самого сложного шестого этапа уэк двухчасовой этап на норчлейфе эндуранс причем то есть это нюрбург ринг джипи классическая классическая формульная можно так сказать кольцо плюс еще и целая норчлейфа короче самые самые длинные круг которые можно сейчас только придумать там 8 минут 30 секунд в боевом темпе 2 часа этой вот тряски и собственно вот мы на старте а ну сразу хочу сказать что на самом деле вот как бы вроде бы этап сложный туда-сюда но готовился к нему не очень наверно много сначала думал что придется какой-то сетап крутить ну что-то там серьезно менять потом в общем-то взял свой более-менее какой-то такой проверенный вариант покатался внес там какие-то минимальные коррективы так у нас сейчас стартует прогревочный круг она достаточно с короткий поэтому наверно сейчас побыстрее надо рассказать как бы единственное большое отличие от всего это то что значит быстро и сжать амортизаторов я поставил на минимум потому что у нас на шляпе достаточно качковато и я решил что таким образом подвеска будет ну как бы максимальный свои ходы давайте отрабатывать все эти кочки потому что но машина скачет очень ну не очень приятно скажем так некоторых местах вроде помогло но как бы особо время от этого не улучшилось значит квалификация у меня была просто я считаю мега провальная потому что на прогревочном круге я вытворил просто какую-то космическую фигню какой-то минимальной скорости там лизнул рельс безопасности и тем не менее повредил себе машину в трех частях там спереди сзади справа и быстрый круг мне пришлось начинать на побитой машине я просто там ехал с фейспалмом потому что ну на трекере у нас ребята были достаточно плотно за мной и я подумал что блин со все нормально проедут и я буду там ким 10 потому что ну побитая машина и на петле это слив там от 5 секунд вот но на мое счастье протупили почти все вот поэтому я оказался то есть я показал время где-то 830 да это где-то там на пять шесть секунд секунд хуже моего результата но несмотря на это я оказался четвертым вот все остальные тоже что-то там видимо начудили вот ну и собственно неплохое 4 место старт значит то вот сейчас у нас кажется вот после этого поворота при выходе от прямик у нас дается старт так сейчас он где-то будет у нас старт вот прям здесь да да сейчас все в пол мы поехали до старт и конечно мне надо было я хотел как-то побыстрее то здесь я прям алекса ежова прохожу достаточно удачно перед первым перед первой этой шиканной скоростной вот здесь хотел как-то дальше прорываться за сашиной ком держаться здесь что-то чуть не перестарался чуть не вылетел вот но все более-менее обошлось так за мной ежов достаточно до сначала был близко немножко куда отстал вот здесь я пытался на сашу дригу наседать вот что тут ну и петля давайте она потом позже просто какой-то кружок посмотрим а прямо от борта один круг тут достаточно долго но достаточно интересно вот здесь я вроде бы чуть-чуть накатывал накатывал наседал и вот здесь вот кажется я насел уже совсем и вот туда я почти прям сижу уже в мешке и вот вот прям вот на этом моменте я понял что вот сейчас я поводу этот момент я понял что на петле обогнать ну практически невозможно потому что я задался вопрос а где обгонять вот я так подумал поедешь направо в стенку приедешь поедешь налево тоже стенку приедешь то есть достаточно вот машине впереди встать посередине и в общем то и все то есть она узнать может чуть-чуть смещаться туда-сюда потом человек будет герд ну а чё я там это типа ехал посередине особо ничего не блокировал то есть но обогнать можно реально только в случае какой-то там серьезные ошибки здесь человек не успеет закрыться то есть аута в борьбе просто некуда сунуться и ну конечно можно попробовать солнце там на скорости 200 куда-то вот прям по бровке ну блин это чревато просто капец а значит сразу что происходит с ежовом это конечно приходит прикольно там если помните на прошлом этапе я говорил что ежов деструктивный пилот в каком-то плане но собственно вот этот момент это прям подтверждает тоже сразу на первом круге для серьезно убраться то есть поворот но не то чтобы прям такой сложный да но в общем в общем вы сами все видели а вот и пост сразу после наших каких-то поток safety car я на самом деле очень душу боялся но очень мне не хотелось чтобы выезжал safety car чтобы мы целых два круга еле-еле тащились по петле потому что этот круг надо ехать значит встретить там safety и еще один круг протошнить были просто но реально это такое как бы сказать то есть это ну во первых сбивается весь темп настрой там шины остывают ну как то вообще то есть вот этот такой темп он вот это тут не торопливы на самом деле он очень расхолаживает и прям какие-то ошибки провоцирует то есть реально когда валишь по петле как ты более сконцентрирован ошибок меньше а вот когда ты что-то едешь не то несет да вроде как бы медленно там но вот и случается всякая фигня вот поэтому конечно я расстроился очень сильно и могу сказать наперед что вот почему вот даже и что саша новиков начинает что-то пылить дымить вот эти все такие мелкие штучки да они блин короче мешают и могут привести в итоге кунт косяку такому стремному и обидному то есть в принципе со мной произошло на моем прогревочном круге перед квалификацией вот я как-то после этого решил что блин короче давай держи себя в руках потому что ну реально мама один раз цепанул рельс все это это надо ехать чиниться машина побита повреждению нас сейчас высокий стоят и потери темпу сразу очень большая поэтому надо надо держаться на асфальте вот это моя была основная цель ну более-менее вроде бы если так сейчас вспоминать все круги ну там был инцидент один потом увидите тут уже как бы там сложно было что-то сделать момент но когда ехал я насколько помню вылетел я только один раз по какой-то опять же глупости но там был достаточно безопасно потому что в общем то ну просто я заехал на поребрик так скажем очень в общем то есть там реально было безопасно скорость была маленькая бы до рельса точно не доехал просто что-то как-то переборщил со входом и я не знаю как порт называется но были не забудут покажу вот и соответственно был только вот один маленький вылет на траву без последствий и все остальное время я не удавалось оставаться на асфальте поэтому считаю что за два часа вот это 20 валилова и в чем-то тошнило за safety в общем гонку удалось так ну собственно здесь мы будем очень долго ехать и сразу хочу перескочить на скажем так где он тут да значит саш новиков нам мне ну вернее даже может нам всем подарил замечательный подарок вот то что я говорил про safety что же все это расхолаживает туда-сюда ну вот смотрите сами да бум все вот этого контакта хватает чтобы запороть все всю тачку всю гонку и так далее поэтому естественно он едет на пяты чиниться теряет на этом очень много всех нас пропускает ну конечно опять же не хорошо ну честно говоря мне осталось только поржать чуть-чуть то есть как бы ну я я не знаю там задумался еще что-то я потом с ним беседу говорю саш ну чё за херня то на второй раз подряд я задумался там типа о том как мог как же может машина разбиться вообще под сейфите и просветлел в последнем повороте на шляхе вот но если бы саша не уехал я даже не знаю как бы сложилась гонка без понятия вообще в принципе если смотреть на его гонку ну потом то вроде он тоже где-то ошибался немножко вылетал цеплял насколько я понимаю поэтому тоже возможно были варианты вот и вот что ты на каком-то месте финишировал если не ошибаюсь на восьмом но где-то в общем далековато достаточно вот поэтому общем-то он там не особо прорывался в принципе потенциал то не было естественно на победу вот ну ладно значит здесь мы отыгрываем еще одну позицию я уже на втором месте и целый круг мы тошним за ну вернее как догоняемся и тут ничего интересного поэтому переключим сразу на рестарт так соответственно где-то здесь у нас рестарт начинается так я вот уже не прессман не понимаю ребят чё чё вы так далеко вот давайте посмотрим на рестарт прессмана я вот я конечно мне это норм как что за мной никого нету но это очень странно я не знаю чего все варежку раздевают вот как так можно стартануть чтобы я уехал блин там на 20 метров вперед ну как ну вот зачем вот эта дистанция короче я честно говоря не понимаю что ребята стыд тут тоже таких и вот и чернов близ только вообще расстояние такое короче ладно неважно ребят плотнее держитесь вам же лучше вам же какая-то может быть борьба перепадет и так далее на не на такие километровой дистанции значит и тут 1 достаточно интересный момент я еду за саши да и вроде как бы начинаю хочу обгонять и в этот же момент начаться нехорошая традиция саш не подставляет свою попу вот и ну честно говоря честно говоря я чё-то вот как-то нет это было кошел право но у нас здесь ранее достаточно торможения первых потому что она начинается рано и шины холодные и как-то вот ну то есть чё он меня он не подставляет жопу и прям тормозит то есть это можно сказать попу ну не знаю то если бы он мог бы сразу сместиться наверно да не прямо торможением не встать в общем каким чудом я вот тут не 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 пью его в жопу вот какой-то прецедент не очень хороший ну короче вот это как бы иллюстрация как делать не надо вот в общем ладно я тут справился с ситуацией там затормозил ничего не произошло ну реально подставляться не надо потому что дальше вот вот саша что он подставлял там он и оказался вот но ладно это как бы потом рассмотрим и значит дальше у меня было просто просто у нас было кажется два или три просто супер мега напряженнейших круга мы с ним шли в одном темпе за нами там же не пресман тоже вроде не отставал первое время но это была жесть то есть я я помню что на петле общем-то обогнать с такими подставами кормы будет практик ну просто нереально поэтому весь шанс на самом деле обгон осладился либо кто и здоровенный прямой либо вот конфигурации вот этой джипи современной вот поэтому я как-то изо всех сил старался приблизиться на до выезда на петлю но чё-то как-то не очень получалось вот и значит соответственно ну а когда мы уже выехали там надо было просто не отставать как-то висеть на бампере может быть оказывать какой-то прессинг да вот этот принт эти таблички конечно тут уж у нас и до сих пор не могут поправить чуть-чуть криво висят вот все здесь выезд и здесь нужно просто ехать как в боб с ней там паровозиком вагончиками друг за другом просто не отставать и все и чтобы как-то потом уже реализовать попробовать это все на при выезде с петли так ладно давайте посмотрим собственно мы так и ехали тут ничего с нами случалось никто не ошибался вот но у нас эдвард вышел в итоге там за этот трех круговый спринт на это место давайте посмотрим как за его борьбой что тут было так вячеслав величка я так понимаю дебютант который почему-то видимо в отличие от всех остальных нормально проехал коэффициентный круг оказался достаточно высоко но потом вовсе там кажется так это съедали потихоньку вот здесь этого гоняет вообще где так посмотрел немного за реплеем эдварда и ехал он скажем так ну агрессивно то есть часто атаковал по ребрике где-то выезжал на траву и в общем то я думаю что это в итоге тоже не хорошую такую хорошие последствия для него имел то есть в общем он рисковал и пару раз риск не оправдался и в общем то это ему гонку тоже запортила я считаю вот так ладно давайте посмотрим на его борьбу с черновым как это было так а вот здесь вот супер да я отметил супер непонятный момент почему-то сергей чернов в карусели поехал по внешней фигне то есть он его обратить внимание вы туда не выбросила а он сам целенаправленно там поехал короче вот этого момента я вообще не понял но прошу внутри точно быстрее это очевидно но тем не менее вот такой маневр то есть я был очень удивлен когда это раз увидел случайно не могу объяснить почему он зачем он там ехал надо как-то спросить у сергей черновой лично для меня овощи не понятно ладно тут вроде дальше несмотря на весь скилл еда он что-то его нет не особо догонял как вернее он висел каш на заднем бампере вот и дальше тоже еще один такой достаточно странный момент то есть здесь здесь бед сразу виду что хочет получено прямой садится в мешок пытается обогнать и и и у него это не получается вот это вообще было достаточно прикольно я тоже увидел удивился то есть я не знаю наверно какие-то то ли крылья были то ли может быть сход развал то ли давление на ходу короче за весь прямик машин то есть одинаково машин да не смогла обогнать с липи вот это было конечно как-то тоже немножко удивительно достаточно странно но вот видимо какие-то рюри может быть не знаю там качество топлива регулировки еще что-то но не смог она просто прямо объехать за счет не знаю чего скорость была либну такая же либо даже чуть меньше но здесь пол может на этой прямой stars finish перед т1 да легко внутри заходит и без проблем обгон завершён так далее давайте значит ну мы как еду мы там едем паровозиком своим с нами тоже ничего не случается там я приближаюсь отдаляюсь там призман туда-сюда гармошка вот то есть вроде ну так то когда едешь вот чисто за рулем очень все напряженной и сложно и пипец прямо когда так смотреть но едут три машины друг за дружкой и вроде ничего такого не происходит так посмотрим значит на борьбу давайте прессмана и эдварда так ну тут значит опять же напрямую он его не особо догоняет и вот в последнем повороте прессман ошибается пылит ну и тут так достаточно легко просто вы ныряет внутрь у него больше скорость на разгоне и все пожалуйста объезд объезд считаю объезд завершён все дальше он за но потихоньку потихоньку начинает нас догонять давайте переключимся на меня что ли вот прям как раз давайте наверное отсюда до посмотрим продавать 100 100 стартовый прямой он борт норд шляфе потратим восемь с половиной минут посмотрим как это было вот здесь очень дурацкое торможение потому что тормозить приходится с горки там метров 200 вот здесь вот поворот подперпередачи очень скользкие подбросы легко закинуть корму достаточно очень надо аккуратно там на перпередаче дозировать ну здесь как бы классическое кольцо здесь в принципе ничего такого особенного нету да все план они повороты но как бы обычные для там гран-при что ли да то есть никаких там особо приколов нету все достаточно просто и понятно так вот здесь допустим вот это вот с кккк так шмахер начинается тут тоже полный газ не получается пройти нужно немножко балансировать нога справа залетаешь ближды миш здесь тоже достаточно резко такая ну здесь я что-то как-то я все пытался сашу догнать особенно на секции вот этой гран-при но тоже что-то пытался ехать быстрее чем получал где-то ошибался чуть вылетал и вот сейчас он от меня отдалился так ну здесь вот мы едем в пол здесь у нас торможение со второй таблички примерно тоже вот эта вот свесочка такая ну здесь уже начинаются кочки и вот здесь уже все мы выезжаем на старую петлю на большую здесь уже кочки начинаются капитальные и здесь уже прям надо аккуратно работать газом тормозом так здесь у нас я не знаю как называются эти повороты но вот этот правый поворот достаточно такой здесь его можно пройти в полную я чуть-чуть иногда приотпускал что будешь точно остаться на асфальте тоже вот это вот вся эта секция с поворотами достаточно коварная проходит на третьей передаче лучше перестраховаться немножко медленнее пройти но точнее попасть повороты вот ведь небольшой занос пусть я на самом деле старался не заезжать на все вот эти вот поребрики чтобы не разбалансировать машину чтобы она не скакала потому что канад на нот шляпе очень они высокие большие когда заскакиваешь на них то так вот здесь у нас подброс где Nissan GT3 улетел гетер в каком-то там в Элэйне или где вот это был двойной поворот он достаточно тоже такой сложный потому что там ну можно вылететь как ежок да то есть там чуть-чуть сброс газа или можно конечно в пол вот этот левый это вообще мегасыкотная фигня в принципе он проходится в пол но тут тоже как бы лучше перестраховаться потом сразу жесткое торможение на котором надо успеть вообще за тормозиться вот до этой фигни тут дальше у нас просто в пол прямо конечно в реальности там вот у нас вот и тут ямка или сейнора или что в реальности там как в пол не поедешь но тут как бы все легко в пол достаточно сложное торможение скачем через этот поребрик потому что там надо резать там прямо надо резать и на большой скорости это единственная траектория потому что если его объезжать там вообще провал вот здесь достаточно медленная связка тоже не стараемся не трогать поребриков потому что нам не нужна вот эта болтанка вот следующий вот это вот левый поворот он очень коварный он потому что чуть-чуть уменьшающиеся радиусы можно вылететь направо то есть там вроде как бы прошел апекс начинаешь ускорение а фиг надо еще и поворачивать там машина скользит вот здесь тоже такое не очень простое торможение вниз и вот следующий левый такая вот с очка она тоже достаточно коварная здесь кочки надо хорошо попасть то есть можно в принципе подготовка не успеваю комментировать тройной правый тоже достаточно такой опасный надо максимально внутри держаться здесь я тоже перестраховываться потому что здесь такое достаточно опасное торможение может можно сбалансировать так здесь у нас в пол и дальше у нас типа это какой-то мостик здесь тоже надо тормозить раньше чем кажется потому что оно торможение очень эффективно то что под горку и тоже можно несет вправо здесь нам нужно максимально зайти как бы на большую скоростью в этот правый поворот потому что здесь у нас километровый большой прямик и разгон важен так здесь у нас все в пол и здесь тоже важно торможение потому что вроде как бы тормозить надо но вместо много но тормозить долго и здесь уже осторожно нужно на правом выходе потому что машина выскальзывает под газом если резко нажимать но дальше уйдет у нас прямая где мы просто отдыхаем пидошка обгоняют ну кстати на нордшлайфе достаточно вроде как бы она там сложные все такое но достаточно много мест где ты просто едешь в пол и тебе надо вот на держаке на прижиме как-то попадать в парты здесь тоже такой с достаточно ссыкотное место на так скажем на пятую точку надо было при отпустить газ да и попасть в поворот здесь все в пол тоже надо рулем аккуратно рулить опять же здесь вот это торможение качковатая надо прямо внутри оставаться чтобы не терять время попасть на апекс вот пожалуй сейчас у нас карусель пожалуй это один из самых моих вообще не любим поворот в душу мне надо попасть как-то ехать держаться вот тут меня чуть блин не занесло нафиг потому что я слишком там мои левые колеса с этой карусели там чуть в бордюр наткнулись вот не люблю поворот так здесь все в пол здесь тоже надо просто аккуратно попадать в траекторию здесь такое отложенное торможение на 4 передачи под газом тут третью скидываем ой здесь небольшой подброс направо тоже надо держаться внутри попасть осторожно дальше разгоняемся здесь тоже такая связочка то есть вроде бы здесь быстро здесь надо притормозить тоже держаться внутри чтоб потом сразу направо зарулить и все это без поребриков чтобы не машина не сбалансировалась здесь тоже так здесь тоже внутри здесь тоже длинное торможение нужно попасть здесь тоже коварное место нужно очень многие ошибаются вылетают то есть налево на траву ну и там варианты возможно так здесь у нас а вот и вот этот левый поворот я говорил что вылетел один раз вот здесь я поворачивал и вот просто ну на метр правее залетел по поехал с там по траве то есть на поребрику я никогда не залетел так здесь полный здесь тоже сложно потому что здесь прыжок подброс надо тормозить дым из-под колес вот этот двойной правой тоже фиг не попадешь нормально еще один подброс очень стремный метод один раз кинул очень серьезно я думал что разобьюсь вот здесь вообще просто мозговыносящей секции и над ехать в пол сквозь бешеная туда сюда налево направо в реале просто на вынос мозга тоже здесь вот быстрый поворот надо тормозить в него вот здесь вот я совершил свою ошибку на прогревочном круге в правую стену зачем-то уехал здесь вторая карусель но она вроде как бы такая более дружелюбная чем первая вот и вот этот поворот направо он очень коварный потому что вроде бы все но надо в него попасть и вот и вылететь налево то есть там вот и в общем то здесь у нас произошел потом инцидент будет про поворот он такой коварный потому что вроде бы ну ты думаешь все наконец-то все это петли окончилось сейчас выход напрямик надо навалить и на самом деле вот вход там не очень важен потому что но лучше там подбросить и гарантированно заехать да важен выход он то есть там надо держаться внутри внутри тебя потом выносят но там уже надо держать газ потому что здесь у нас здоровейнейшая прямая скорость просто для даже для gt2 огромная тут почти 280 вот это вот здесь вот такая небольшая ясочка это торможение тоже были на то надо все попасть а вроде как бы я совсем справляюсь вот и собственно круг закончим мы выезжаем на прямую стас финиш и как-то так все вроде более-менее и так еще сколько мы ехали так 15 раз такие дела ладно давайте переключимся не знаю на какую-то борьбу что ли значит что у нас там было а ну собственно перескочим на момент самый нехороший момент с моей гонки это произошло у нас как раз таки да вот здесь вот значит короче давайте так комментируйте этот момент не хочу потому что я сейчас сорвусь на всякую ругань мата и так далее это будет не объективно поэтому давайте вы просто молча посмотрите с моей камеры с камеры саши и как-то сами там решите чё как кто виноват и так далее вот смотрим просто с моей камеры просто но без комментариев ну но у команды как говорится чё было вот ну и собственно и все у нас там естественно машины побиты нас догоняет Эдвард так это с ветерком улыбаясь нас обгоняет маша строчка говорит ха 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 процент так что было что было с камеры так сказать другой как это выглядело так это у нас скорость нормальная а вот такие дела ну ну чё чё как бы на самом деле на самом деле ключевой момент был вот 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 этот вот вот здесь значит я когда ехал сзади я не понял что саша ударился а рельс я думал почему то я не знаю почему я так подумал то есть я вот этот вот этот вот удар вот этот удар это все это короче машина сломана просто очень капитально это точно заезд в бокс это потеря темпа и так далее то есть ну если говорить так скажем прямо и честно то саша просрал свою гонку в этом ударе вот то есть пожалуйста вот он контакта рельсы это все это запорченная машина просто в хламину ну не в хламину но очень серьезно вот и я почему то этот момент как-то упустил то есть я думал что он просто задымил смог отрулить немножко потерял скорость и поскольку то есть поймите как меня правильно в тот момент я мы уже блин начата с какой шестой круг да то есть мы уже три круга я что-то как-то чихпых не могу его догнать по сути да видим в одном темпе на петле обгонять ну невозможно по-хорошему да да еще и с таким соперником поэтому единственный шанс это вот прямик и следующая секция джипи как-то на секции джипи у меня тоже там не очень хорошо все получалось приблизиться но вот это был реальный шанс когда я мог прям встать ну как-то обогнать там или обозначить себя или там выехать параллельно вот естественно там еще сзади это накатывал то есть помните там три круга назад он был достаточно далеко а тут он уже практически ну очень близко вот и поэтому мне не хотелось терять вообще времени и я решил ну накатить да вот но блин вот если бы реально если бы я как-то более внимательно отнес к этому моменту и понял бы что машина соперника побита я бы никогда блин в жизни нафиг не полез вот как я сделал потому что я бы чуть-чуть притормозил мы бы вышли напрямую и там бы его объехал просто мимо за счет максималки там больше на 5 метров в час просто легко без проблем и вообще вообще не парить то есть здесь я конечно наверно ну поспешил да и еще было это зря но как бы с моей точки зрения это выглядело скажем так то есть вроде то есть машины явно медленнее да здесь мне вот где тут мне показалось что ну мы идем вроде внутри да и он вроде закрывает внутреннюю траекторию я накатываю естественно куда мне деваться что внутри оставаться и где-то вот здесь вот я решаю ну вот вот в таком положении да как бы но что делать что делать ехать за машиной или или чего вот вот в таком положении как бы что делать оставаться справа и или налево ну понимаете это участвует на повторе можно рассуждать да но это просто в реально это секунды надо мгновенно принимать решение какое-то ну ну вот я почему то решил что надо ехать слева вот но вот уже здесь это понятно что в общем то зря я туда поехал но не знаю не знаю как бы здесь конечно у меня одна мысля но ну ладно чё как бы чё вы выскажу мыслю поскольку саша уже просрал общем то гонку и побился он подумал а чё бы чё бы уже все равно на пистопе хочу бы тут блин не поблочить немножко да ну в общем то и пожалуйста вот я на траве он тоже на траве место видимо справа у него нет он отрулил я не знаю отруливать он собрался нет наверное нет ну в общем короче да 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 ну и чё и в общем ну и пожалуйста жопу подставил жопе оказался ладно а ну эдвард тут такой чисто просто так на круизерском темпе оп 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 объезжает меня и устремляется вперед а слава богу примик длинный я успел просто выматериться от души успокоиться и подумать что делать значит просто по какой-то счастливой случайности я заметил что оказывается мы проехали 6 кругов и да да вот здесь что то какая то еще проблема была потому что да машина что то чуть я тут сам не убрался куда то на траву короче в общем надо было без вариантов ехать на пистоп но значит я заметил что мы проехали 6 кругов и это было просто счастье потому что нам оставалось еще 9 и как раз столько кругов машина бы могла проехать на полном баке вот то есть если бы оставалось кругов 10 это был бы точно слив мне приехал мне пришлось по любому делать два пистопа а так было счастье я тут задумался чуть-чуть в рельс не въехал вот а так это было счастье в том смысле что можно было сделать один пистопы доехать прям до финиша ну соответственно что я и делаю стоим 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 сколько-то вот выезжаем и в общем то в общем то насколько я помню передо мной была чистая дорога вообще никаких машин практически не было и я мог реально просто хоть ну почти практически хот лапить 9 кругов спокойно без какого-либо прессинга спереди там или сзади ну что так настроение было конечно уже не очень думаю ну типа хер с ним еще целых 9 кругов случится может все что угодно поэтому просто буду ехать и не и все ну тут у нас ничего особо не случалось давайте сразу мотнем так капитально вперед здесь меня какой-то момент отмечен а а значит чё с лампи у нас значит в основном мне повезло и и ламп пышники догоняли меня на прямых я вам их спокойно пропускал но вот здесь вот это у нас любимая лисе нора или как там ее вот это вот выемка я смотрю в зеркало вижу едут две лампи думаю блин я не знал они борются нет но поскольку их две то скорее всего борются думаю блин ща короче короче это нора вот этот следующий левый поворот он просто надо его резать там на на ушах проходить потом сложное торможение смотрю они уже близко думаю короче пошли они просто все в одно место думаю надо короче их пропустить потому что если мы сейчас там они борются что то мы там точно расшибемся если я буду ехать на рогах думаю короче вроде спереди задания никого нету думаю ладно потеряю я там 3-4 секунды хер бы с ним только главное ребята уедьте пожалуйста куда-нибудь очень с глаз моих долой и у здесь я прям капитально торможу до скорости там были 80 пропускаю их думаю слава богу они проехали муж конечно там там никита да антон я не за ним боролись они не боролись ну конечно можешь их они немножко тоже не поняли мой маневр но блин нереально мне так не хотелось чтобы они меня задели что я был готов остановиться и просто сказать ребята езжайте просто типа блин не трогайте не портите мне гонку вот это был как бы остальные все обгоны прошли как бы ну нормально да я тоже там здесь в повороте я пропускал машину без всяких проблем терял совсем чуть-чуть но вот здесь это я перестраховался просто в тройном размере считаю сделал правильно потому что вот дальше если бы мы как-то там выделить или был какой-то контакт это был бы вообще трэш вот соответственно считаю что поступил правильный если мне было спокойно и комфортно ехать потом на хорошей целой машины так значит далее у нас супер момент просто с сейчас мы чуть-чуть мы днем супер момент с юрием файкиным сейчас мы найдем его машину где-то желтая феррари юрий у нас забил на бмв наконец-то да и пересел на желтую феррари вот и здесь суперковарный поворот смотрите что случилось ты ты и значит это тот тот редкий случай когда машина убита то есть ну подвеска там и все такое я не знаю чё с ним но убит двигатель все и юра просто тупо не смог продолжить гонку и ему пришлось выйти и это был технический сход на самом деле тут очевидная юрина ошибка не знаю почему как бы но на форуме то ой типа я все всегда проходил в пол и типа все было нормально естественно тут можно пройти в пол но только не с таким узким входом потому что я начинал поворачивать блин метров через двадцать только налево тут в общем все очевидно очень ранний вход значит машина уже там по траве фигачит и естественно казалось бы о чудо я нашел кочку на норчляйфе этим никого не удивить естественно здесь такой вот подброс может не очень хорошо иной здесь у нас под просто где-то нашел кочку что удивительно до подброс и все передние колеса едут куда-то дальше прямо и бум и все и пожалуйста вот авария исход ну да вот и собственно это иллюстрация того что как бы вроде бы небольшая ошибка может запороть всю гонку по рост такие дела так ну дальше со мной опять же ничего не происходило просто я тут на вере в круге старался стараться заставаться на асфальте не заезжать на паре брики и в принципе мне это уже теперь удавалось практически ну за исключением того одного маленького момента где чуть направо там уехал но это особо ни на что не повлияло так дальше с точки зрения зрителя гонка моя была достаточно скучная потому что я просто ехал и ехал а вот и моей любимой прямой я догоняю евгения прессмана я правда не знаю это была борьба или на круг кажется все таки борьба по моему вот и достаточно ну напрямую я его догоняю догоняю а вот все таки догоняю вообще сажусь мешок и разгоняюсь до каких-то невероятных скоростей для ferrari на этом участке 277 километров да и 266 то есть чтобы вы понимали разница очень приличная для данного участка и его паще просто вот тут даже почти 278 а здесь скорость десятку среднем там уже чуть меньше да но значительно медленнее вот и без всяких проблем просто тоже объезд совершаю и уже до вот этих вот до этой связки я впереди и просто укатываю вперед самый-самый желанная обгон на на шляпе тут все без проблем на примите и без всяких там приключений так дальше собственно опять же со мной ничего не происходило я просто си наматывал круги а дальше у нас был момент а впереди меня ехал кто-то ехал я не помню кто в основном передо мной эдвард ехал и ну я не знаю как бы смотрел папу там какие-то расстояния были непонятны в кругах а поскольку у нас там круг большой то было что-то типа 01 и его пушкнут это мало чем не говорила вот я ехал ехал и думаю ладно что буду просто ехать своем темпе а там уж как получится может мало ли там что и кто и вот цена сейчас где тут у нас я отметил 99 из 5 где-то здесь да здесь у нас это совершает ошибку нет не здесь чуть дальше но выходят из этого коварного поворота он чуть-чуть залетает на траву и делает делает и не проходит квалификацию в д-1 джи пи значит как это было давайте посмотрим внимательно то есть так здесь да здесь прям явный заезд на траву ну то есть реально я ранее говорил о том что он достаточно жесткая так агрессивно атаковал и и в общем-то ну да да один раз допустил ошибку и ему она ему так нормально обошлась в итоге то есть такой капитальный задрифт и значит что интересно я потом в чате увидел что я получил повреждение спереди 14 и вот на самом деле сейчас вот я хочу посмотреть был ли реально контакт а ну вот пожалуйста 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 вот он вот вам чирк как бы это сомневался был ли контакт контакт был ну конечно он был на скорости там 25 был совсем так скажем легкий да то есть реально лизнул рельс вообще но тем не менее контакт был и и пожалуйста передний бампер у него сразу подломился то есть ведь у нас даже такие малейшие контакты могут испортить машине аэродинамику и она сразу теряет ну чуть-чуть может быть теряет в поворотах да но и напрямике теряет естественно я так ну я так периодически просто чат посматривал и смотрю там уэдос перед 14 думаю ого сразу медом проснулся охотничьей инстинкте и так запахло жареным думаю ну я был реально поскольку мужчина повреждена это реально мой шанс то есть стопудово он потеряет темп ну и я думаю так сейчас поборемся поборемся и и я вроде как бы так это бодренько стал наваливать а значит это у нас вроде как бы ехал ехал и потом значит произошел него вот какой момент как раз счет где это место чуть дальше да вот здесь вот он совершает какой-то вообще малопонятный мне маневр вот в этом повороте до последнем коварный который написал зачем-то вот зачем-то он наезжает на этот поребрик ну и причем например я вот смотрел на предыдущем круге такая же ерунда он тоже на него заезжал ну как бы совершенно как бы ну наверно не за промахнулся что-то еще то есть действия опасные совершенно бесполезная вот естественно что происходит дальше это отбрасывает его и он также как саша дрига примерно уходит вот в левый рельс то есть ситуация но не душа один в один но результат практически такой же ну слава богу я тут был не так близко да я тоже кстати не понял что это был контакт я думал просто ну опять запылил там чуть-чуть ошибся но вот тут я сразу понял что у это какие-то серьезные проблемы потому что в общем-то скорость скорость его машины смотрите 239 а у меня уже 260 то есть скорость просто ну разрыв очень значительно то есть я уезжаю просто как от стоячего вот то есть и смотрите максималку него даже 250 нету то есть это все повреждение а у меня уже 270 ну то есть тут вообще практически ну без вариантов и ну в каком-то смысле дежавю да то есть в том же месте я объезжаю его назад то есть сначала он не объехал так с улыбкой то тут уже я с улыбкой его объехал так и думаю ну чао чао дружище вот тут тоже это как как и я в общем то чуть не убрался перед этим торможением у меня тоже там были проблемы ну естественно машина повреждена там сложно контролировать вот ну и все он заехал на пидстоп и естественно это было все соперников у многих из соперников остался кажется только неожиданно на втором месте оказался саша амеля ну и там я так думаю что он бы меня уже не догнал ни при каких обстоятельствах на финише у нас была разница 45 секунд вот но кстати насчет теда не знаю конечно почему но мне кажется все таки он почувствовал почувствовал прессинг мой сзади и так это нервишки у него и он убрался в стенку вот у нас конечно такие там тоже идут всякие переписки конечно мы там стебем друг друга потихоньку но у нас какая-то такая странная традиция получается то есть это мне пишет что обычно блин типа говорит к ты приходишь в гонку или мы с тобой где-то едем у меня из-за тебя короче какие-то косяки все не складывается вот то есть напомню что он долго не участвовал у нас на этапах ну потому что у него были проблемы с там поскольку был сетевой код не очень да то как бы он устал убиваться о лагающих людей в общем то его можно понять то есть как то так получалось что его окружали все слагами выбивали и в общем то он решил не портить свои нервы да не ездить вот сейчас вроде сетевым кодом стало получше лагов нету поэтому он решил прокатить с нами петлю вот но поскольку до этого он где-то катался там просто на пабликах на частных серверах туда сюда все было нормально а вот сейчас он значит поехал на петле но поскольку тут я то типа я видите на него плохо так влияю и вот поэтому фигня вышла вот у меня то же самое значит он мне это говорит а я потом то же самое пишу Саше Новику и говорю блин Сань ты когда впереди меня у меня какая-то фигня происходит то есть я что-то косячи там и так далее то есть у нас еще до этого была на фанрейсе там небольшая гонщика на Сильвере я там стартал на втором месте прямо за Саше и опять же Саша что-то меня как-то смутил я там такую просто волшебную херню на старте вытворил тоже куда-то откатился побился туда-сюда и я ел в общем как я по цепочке я Саша пишу что Саша когда ты впереди какая-то хрень происходит ты мне мешаешь там я там убиваюсь и так далее но поскольку в этот раз Саша сам убился то все у меня сложилось замечательно то есть рецепт рецепт отличной гонки примерно такой то есть должен ехать Эдвард в ней и Саша должен где-то не передо мной быть тогда все круто ой ладно собственно шутки шутками но вроде как этот этап я выиграл я не знаю конечно что еще будет по поводу нашего разбирательства с Сашей двигать как админ я да судить не мне но если даже мне кажется поскольку я специально посмотрел у меня от Саши Амеляна от второго места было 45 секунд плюс ой вот здесь какие-то уже да дымок начался я тоже себя очень уговаривал вот эти последние круги Игорек блин не тупи пожалуйста хернёй не занимайся нормально просто доедь там два-три круга это чё сложно что ли и в общем как-то я взял себя в руки чуть-чуть сбросил темп ну не атаковал то есть ехал достаточно быстро но скажем так надежно чтобы уж точно остаться на трассе да и не вылететь куда-то по какой-то там дурацкой ошибке вот значит 45 секунд у меня было преимущество и если даже я так подумал если какой-то впилят штраф возможно да ну я не знаю в принципе меня же выбил тогда Дима Чернявский я был в этом виноват может сейчас что-то такое подобное будет ну как вы я не знаю это я просто рассуждаю как вариант то есть вдруг если мне какой-то штраф влепят то ну сколько там плюс-то обычно у нас я сейчас не помню ну что-то такое плюс 25 плюс 30 секунд ну по-моему не больше 30 секунд добавляют то даже так я в общем-то останусь победителем даже если 45 добавят то наверное скорее всего я тоже буду впереди потому что там кажется у Саши не 45 а 46 секунд ну чуть больше по-моему чем 45 отставания вот поэтому в общем-то уже до всех этих протестов наверное меня можно поздравить с победой вот гонка конечно была блин очень сложная двойные очки за это давались естественно не зря то есть расслабляться было вообще некогда отдыхать тоже не очень приходилось вот эти все то есть с одной стороны вроде бы ну где-то половину трассы ты просто едешь в полноте надо попадать четко выдерживать траекторию не совершать ошибок вот этих вот как-то ну не знаю не психовать не стараться что-то вот как-то отыграть вот какие-то блин километры там в повороте там рисковать в общем сложно было сложно ну борьбы может быть было не очень много но на самом деле сильно как бы с собой основная борьба была с собой вот чтобы так сказать то есть вот ты как бы и ты в голове едешь да вот есть какие-то мысли траектория вот у тебя есть в голове прохождение этого поворота и тебе нужно реализовать это через руки в симулятор то есть основная борьба была вот передача идеи в руки и ноги безошибочная вот собственно это была как бы основная такая основной челлендж на этот этап и ну вроде более-менее я справился то есть я совершил скажем так меньше ошибок чем все остальные вот поэтому собственно и выиграл так ну что тут можно еще сказать что добавить а вот 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 это что за херня вот что это за херня на крыше а ой странно какой-то голубь короче насрал вот тут что это за хорошее вот я прям не смотрел повторю расстраивался что это за грязюка вообще непонятная полоска а ну что касается темпа в принципе вот у меня был лучше круг 828 с половиной это тренировки я может показывал где-то на секунду лучше время но эта тренировка там можно шпилить на рогах как бы ничего страшного о слушайте а давайте ради прикола посмотрим вообще машина на подлетает или нет мне всегда было интересно то есть у нас основные прыжки основной прыжок это один из основных прыжков это здесь ну-ка ну то есть не прыжков подбросы наверно можно сказать так о туда кстати машину то подлетает неплохо да блин так ну пусть ну чё отрывается нет на вот тут есть подброс да машин в полете между прочим то есть может быть тут не очень хорошо видно но под теням можно блин вот здесь видно вот здесь короче в общем машина машина летит да да причем так нормально то задница вроде поскольку вроде больше прижима она раньше приземляется перед блок вообще нормально тут пролетает даже несмотря на то что это джетти да да хорош такой полет то есть я все думал что прижима много она проезжает но нифига подобного так давайте посмотрим здесь подлетает она или нет здесь тоже такой тоже очень очень блин стремный подброс один раз меня что-то подбросил так что чуть в правый забор не поехал прям в гонке так давайте здесь посмотрим ну не здесь чуть как-то вроде не особо да ну да здесь она в воздухе не висит то есть вроде подброс аккуратно разгруз капитальный есть но в полете так мы давайте посмотрим тогда у нас еще одна кочка то самый здоровенный там где а вот ой блин там где геттер улетел gt3 так стоп вот здесь да давайте здесь посмотрим здесь машина сто процентов должна подлетать причем она капитально мне кажется давайте глянем так ну чё то как то то есть вроде бы ну как то она да тоже чуть не очень вроде подлетает ну да все таки я была на больше прав чем не прав то есть тут прижим действует тут машина серьезно разгружается но подлета вроде как нету ну наверно ладно собственно что тут уже больше не на что смотреть кроме как можно посмотреть на мой финиш как я пересекал финишную черту и выигрывал шестой этап нюка где этот супер момент тоже ой финишная черта тоже позади осталось бугага каша где-то тут вот собственно ну чё с победы меня я молодец все остальные всем остальным желаю поменьше ошибаться и наверно то что до результат будет получше ладно спасибо что посмотрели всем пока до новых встреч продолжение следует